привет меня зовут георг герал и это канал папа медиа сегодня поговорим о террористической атаки со стороны россии это уже никого не удивляет просто последнее время у них было можно сказать затишье что-то думали теперь понятно что думали они ждали какого-то повода чтобы убить как можно больше украинцев чтобы сделать им больно и если мы до этого говорили о взрыве черкаска феодосии о сбитии пяти сушек пяти истребителей российских то это нельзя считать какой-то местью или ответа на это потому что для того чтобы запустить такое количество ракет запустили как стало известно более 100 и все наши украинские военные говорят что подобного никогда не видели на экране когда на мониторе когда летели ракеты было очень много то есть для того чтобы это организовать нужно несколько недель готовить попрограммировать ракеты поэтому это не точно не мести за какие-то действия украинских военных сил а рассчитанная террористическая атака под новый год для того чтобы можно больше количества украинцев испортить настроение потому что они видят что мы держимся они видят что мы сильные да у нас сейчас этот вопрос мобилизацией очень остро стоит потому что сложно по ющей стране понимают что очень многие политики коррупционеры избегают фронта идти умирать но вот подобные атаки когда убивают мирных людей заставляют еще больше украинцев встать взять оружие идти защищать свою родину то есть подобные убийства они показывают украинцам что нужно защищать родину потому что если мы этого не сделаем то этих ракет будет больше этих ракет и эти ракеты будут чаще прилетать по территории украины и мирные люди женщины дети будут будут чаще погибать сожалению избавиться от этого каким-то образом прекратить мы можем только с помощью оружия только заставить россию встать на колени да мы не будем просить все прочитали просить прощения потому что от них прощения нам не нужно и это будет просто слова ну то есть это будет просто сотрясание воздуха начиная от обычного россиян наканчивая путином чтобы они не говорили как бы они не пытались себя оправдать за сути свои эти слова в жопу поклубже нас это уже не стану то есть нас это никому позвонить не потрогает мы к этому глухи мы защищаем только свою родину только свои своих людей и поэтому вот такие предновогодние акции кавычках нужно сказать которые заставляют людей плакать потому что если говорить по точечная то и возле метро пьяновского человек погиб по торговому центру почти нет разрушен не при попали в роддом в одессе многоэтажка харькове больницы у меня харькове родители и там вообще-то более 20 ракет летела мама салатом ну не как бы у них это так скажем уже не нужно удивляют не удивляет то их всех украинцев не удивляет уже все мы привыкли до многих возвращаются из-за рубежа надежды что уже можно жить шоке конечно тревоги взрывы вот такие вот убийства но опять-таки повторюсь да вот подобные акции террористические путина они делают настолько сильнее да мы иногда начинаем забывать про то что наши военные сейчас на фронте гибнут за нас не то что мы начинаем забывать мы ну у нас там появляются другие какие-то проблемы какие-то задачи но мы никогда не забываем и в такие моменты когда россия опять наносит свой террористический удар мы становимся еще дружнее и сплоченнее потому что мы не остановимся не сможем остановиться пока не победим нам нужно победить это победа может быть разная это может победа возвращение всей территории на границе 91 года эта победа может быть убийством и уничтожением путинского режима и путина вместе с ним и все его клики эта победа может быть тем что распад россии произойдет и не будет больше этого юридического государства то есть очень много может быть возможных вариантов победы какая она будет мы увидим но точно знаю уже сейчас что украина победит слава украине